Я не просто сижу, я работаю. Конечно. Вам кажется, что в рулетке всё нормально? Вы одну минуту только предположите, что жизнь человеческая не заканчивается с этой жизнью. А дальше только озеро огненное, щерни умирающие. Вы хоть раз читали эту книгу? Да, точно. Это веселье, это человеческое, оно кратковременное, поэтому приходится с людьми разговаривать. Ты, сынок, ещё жизнь-то не видел, что за эта жизнь принесёт тебе? У вас плохо слышно, у вас не работает микрофон? Микрофон поближе сделайте к себе, микрофон, плохо слышно, плохо слышно. У нас связь плохая. Вы честно слышите? Вы честно слышите? Мы услышим вас. Да вы знаете, для чего человек рождается на землю? Да. Ну говори. Ну говори. Только без ругания. Ни одного слова. Ни одного слова. Так, для чего? Так, для чего? Вот вы сегодня весёлые, всё. А вы маленько только предположите, что сегодня есть люди, которым труднее, чем вас. И при том, намного труднее. Ну а что мы с этим сделаем? Чем мы поможем? Мне Господь позволил жить не столько, сколько вы. Дедушка, братишка, подожди. Ну не слышно ничего. Я просыпаюсь, вспоминаю. Вот, чтобы спасти душу, надо слушать, что написано вот в этой книге. Библия, да. У меня около кровати, около подушки лежит. Здесь Господь даёт откровение людям, что Отец отдал Сына Своего, Христа, за нас. И Он умер на кресте, чтобы мы, веруя в Него, получили жизнь вечную. А вы с какой теми здесь всё это рассказываете? А затем, чтобы этим приговорённым людям рассказать, где выход. Просто так не будет, что вот они сейчас сидят, тут ругаются, блудят. Это всё кончится, как одно мгновение. Мы им говорим, выход только через Христа. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Я читаю тут Псалтырь, читаю Евангелие, чтобы людям хоть немножечко дать знать, где выход, где свет, а не тьма. Спасибо, вы нам дали. Так вы зайдите на наш Ютуб-канал. Ой, понятно, всё, давай. Нет, ну слава Богу, показалось. А вы знаете, для чего Бог даёт жизнь человеку? Зачем? Затем, чтобы люди искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его. И веруя в Него, имели жизнь вечную. Ни хуйня какая-то. Сюда. Вышли? Ну вот так. Повернись сюда, я тебе буду рассказывать, как душу спасти. Только никаких плохих слов не приучайся говорить. Потому что после смерти человек должен определить себя, где он будет. И долго, чем пение. Вы знаете, что через две недели Пасха Христова будет? Да. А что он означает, это Пасха, знаете? Пасха, знаете? Упоминать всех, кто ушёл в иной мир. Это означает, что три дня назад, до Пасхи, Христос был распят на Христе. На Христе. И через три дня Он воскрес из мёртвых. Тут везде пьют всё время люди. Такого нигде нет, чтобы подряд все пьют и голые. Тут это причина, большая причина вина. Люди не знают Бога и живут, как одной минутой. А в жизни всё меняется. Главное, с чем мы предстанем на суд Божий? Веруя в Него, во Христа, мы получаем жизнь вечную. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. И эту весть благую мы принесли сюда. Весть радости. И как её можно отвергать, когда Господь умер за нас? Слава Иисусу Христу! Через две недели будет Пасха Христова. Вы знаете? Вы знаете, что через две недели Пасха будет? А скажите, пожалуйста, что означает «О Авраам и Моисей, скажи сынам Израилевым, что всякое можно есть им животное, копыта которых раздвоено и которая жует жвачку? Кроме тушканчика, верблюда, свиньи, зайца и пятое забыл». Это как понять? Ну как написано, так и понять. Как написано, так и понимали евреи. А у вас на крестике написано «Инцы», это что значит? Что написано? «Инцы». Если это Иисус Христос, то там «Иси» не написано, это сокращённо. «Иисус». Да, да. Ну у вас «Иса» написано. Ну что это значит? Это означает «Иисус Христос, спаситель, умер за наши грехи и ждёт нашего покаяния». Это означает «Иисус Назарета, стар иудеев». Что из Назарета? «Иисус из Назарета, царь иудеев». «Инцы» написано. Ну да. Это по одной буквы. «Иисус Назарет, царь иудейский». Скажите, вы православные? Да, мы православные. Откуда вы? Вы вопрос неправильно задаёте. Откуда? Я никуда не ездил. Я сижу на месте. Вам хочется узнать, где я сейчас нахожусь? Не-не-не, просто интересно, откуда вы? Да я ниоткуда. Я откуда? Я дома нахожусь. Я ниоткуда. Я не двигался. Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край. Скажите такой вопрос. Церковь без вина может быть? Без чего? Без вина. Без вина? Без вина. Да. Ну а как причастие совершать? Без вина никак. Это там несколько капелек даётся. Вы думаете, что это пьянка? Обязательно, да? Обязательно. Без этого никак. Это там несколько капелек всего только попадает человеку. Это бывает четыре раза в году. Тут ни пьянки, ничего нету. Близко даже. Замечательно. Вот и интересно. Хотел спросить тебя, ты знаешь, что через две недели Пасха будет? Ну да. А как приветствовать люди будут друг друга? А какие слова говорить, знаешь? Иисус Христос воскрес. Христос воскрес. А другой отмечает, с кем здоровится. Воистину воскрес. То есть действительно, Он воскрес. Это наша радость. Спаситель Христос. А сколько лет Вам? Что сколько? Лет сколько? 80. А тебе сколько? 12. Ну немножко поменьше. Немножко. Да, немножко поменьше. Ну ладно, счастья, здоровья. Да, с Богом. Идите обязательно в церковь православную. Подойдите к батюшке, поприветствуйте его. И он Вас благословит. Вам радостно будет на душе. Ну с Богом. Заходите на наш YouTube. Как жить надо. Веровать во Христа, который умер за наши грехи. И воскрес в третий день для нашего оправдания. Вы в церковь-то ходите, нет? Нет. Нет. А почему? Не знаю. Ну я верю в Бога, но... Ну у Вас церковь-то есть там в городе? Есть. Ну так ты сходи, помолись. Тебе Бог даст веру. Подойди к священнику. Благословися. У тебя по-другому жизнь-то пойдет. Батюшка, он тебя с радостью вот так вот благословит. Это благодать на тебе будет, Божья. А так ты хулиганом вырастешь. Ты никому не нужен будешь. Рано умрешь. Потому что компании друг друга пинают, убивают. Сейчас еще показывают. Страшно смотреть. Так, вы можете зайти на наш YouTube-канал. Он называется «Во свете Библии». Набери и увидишь. Там очень много богатства. Запиши себе. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Рядом напиши «Игнатий Лапкин». И вам откроется. Это мое фамилия и имя. Игнатий Лапкин. Ну вот попробуй. Покажи, что там открылось. YouTube. В YouTube. Я на компьютере. А так у тебя есть выход в интернет? Я на компьютере, да. Ну так посмотри. Если я сюда вышел, то значит интернет есть. Ну посмотри, откроется наш ролик. Вы хотите побеседовать о спасении души, о вечности? Как жить правильно? Давайте. А вы знаете, что через две недели будет Пасха Христова? Да. А как приветствовать люди будут в этот день друг друга? Иисус воскрес. Христос воскрес. А отвечает? Христос. А как это? Воистину воскрес. Действительно, молодец. У вас храм православный есть? Нет. Что, в городе у вас нет храма? А я не в городе живу. А, не в городе. Мы летом тоже в деревне. Мы православную деревню строим. Где все верующие до одного. Ну, один там живет с бабушкой, с матерью своей, неверующей. И вот мы начали строить. У нас люди, которые поселяются, должны доказать, что они не лгут, не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. Это хорошее дело. Так вы зайдите вот на наш YouTube канал. Он называется «Восвете Библии». Вы там найдете такое, чего нигде больше нет. «Восвете Библии»? Да, вот это так написано. Вот это вот Библия. Вот оно перед вами. Вот. «Восвете Библии». «Восвете Библии». И дальше запиши «Игнатий Лапкин». Это моя фамилия. Это мой канал. Так, я отхожу. Меня вызывают уже. Все. Сэр, Капь есть в городе? Да. Вы ходите в нее? Понятно. Каждый день. Каждый день. Молодцы какие. А вот скажи, какая это книга? Как она называется? Считать умеешь? А, это Библия. Да, вот так. А у вас батюшку как звать? Да я не помню, он нам не говорит свое имя. А, не говорит. Понятно. Так. А вы можете зайти на наш канал. Называется «Восвете Библии». «Восвете Библии». «Восвете Библии» канал у нас большой очень там. Увидите, как с ребятишками занимаемся, как ребятишки на лошадях ездят. Я начальник, где я скажу. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Четыре слова надо написать. «А в каком городе живете?» Как говоришь? «В каком городе живете?» Город Барнаул. Барнаул, Алтайский край. «Хороший город». «Хороший город, красивый город». «Город, да, больший?» «Да». «Ладно, до свидания». «До свидания». У меня голуби есть. И вопрос это у вас, у всех. Как дела? Какие дела? «Хороший дядя». «Хорошие дела. Когда с Богом человек, то все хорошо». «У вас так». «А вот как? Смотри сюда. Видишь? Смотри, что написано. Крестин, показывай тебя, пожалуйста». «А что так прячешься-то? Почему? Трудно смотреть? Глаза болят? Нет, я мусульманин, мне это не знаю». «Ну и что мусульманин? Так что, на мусульману права и в Бога нет разве? Вот смотри теперь. Вот гляди, ты мусульманин. Что написано? Коран. Коран. А здесь что написано? Баран. Не понимая? Вот тут и оно. Я и говорю, баран. Как же ты мусульманин насчитать не умеешь? А от Библии лесу отворачиваешь. А в Библии-то написано-то больше, в шесть раз больше, чем в Коране. «Смотрите, я не хочу вас оскорбить просто. Но я никогда не любил крест». «Ну раз не знаешь, не приучен так и не знаешь». «Я никогда не любил крест, мне как-то становится плохо на сердце. Я не знаю почему». Знаете, в древности было так, что если человек виновен, то за него мог ответить другой. Допустим, он задолжал какие-то деньги, его в тюрьму сажают, а за него могут другого, брат родной. Так вот, за наши грехи умер Христос. Это наш Спаситель. Как такую радостную весть не принять, когда мы сидели как узники, как в тюрьме пленные, а Господь пришел нас, от сатаны выкупил, кровью заплатил своею, и нам он не нужен. Когда какие ему после этого? Ну, он сколько лет едет? Так. Ладно тогда. Если хочешь больше узнать, достань Библию, посчитай. Я же не боюсь Коран считать. Мне про вас интересно. Да. Вот тогда зайдите на наш канал, Ютуб называется «Во свете Библии». Очень богатый. Я Ютуб не смотрю. Вам нельзя, да? Нам можно, но просто я легко смотрю. Интересно. Ну, ладно, ладно, ладно тогда. Ладно, ищи. Господь говорит, кто ищет, тот найдет, и кто стучит, тому отворят. А любовь нельзя найти, да? А любовь высшая, это когда кто жизнь отдает, а за нас Христос отдал жизнь. Это высшая любовь. Нет больше той любви, как если кто душу положит за друзей своих. Смотрите, вы очень хороший человек. Я его исполнил. Как что ты исполнил-то? А? Еще исполнил. Что исполнил? Я понял, что ты говоришь, что-то все исполнил. Не, вы поняли. Вы очень хороший человек, я говорю. Ну, мне интересно про человека, кто-то разговаривает по ним. Тебе сколько лет-то? Мне 16. 16? Да. Да ты большой, я подумал, что ты поменьше. Ну, большой ты уже самостоятельный. А вам сколько лет, дядя? А мне 80. 80? Да. Мой дедушка, мне 81. По-вашему называется Аксакал, да? Не знаю этого слова. Не знаешь даже такого. А кто будешь по нации-то? Лезгин. Грузин? Лезгин, лезгин. Эдзин, я не знаю такого. Лезгин, да. Лезгин? Да. А я русский. Я понял, что он русский. А сколько я вам скажу? Меня зовут Игнатий Лапкин. Игнатий? Да, Игнатий Лапкин. Если ты зарядишь Игнатий Лапкин в скайпе, то можешь со мной поговорить, там, с кем-нибудь, с родителями, или с кем приди. Да ты самостоятельный, 16 лет, у тебя уже паспорт есть. А имя Рашид Магомедов. О, Магомед. У вас Магомед очень часто встречается. Это имя часто встречается. Вот Женская Айша. Айша часто встречается. Это плохое место, вот эта рулетка, сейчас-то здесь всякие безобразия творят. Мне скучно дома. Я кайбил один дома. Мне это скучно. Вот поэтому я смотрю это. Ну, может быть и так, но... Плохие здесь новости. Много плохих. Много плохих человек тут. Много чего? Плохих человек. Что-то ничего не пойму я с слова. То ли я... Много плохого тут. Ой, много плохого. Очень много. А тут из людей процентов 80, наверное, мусульмане. Тоже пришли сюда на нехорошее дело. Я им все это говорю. Считаю Библию, псалтырь, молитвы. Чтобы люди опомнились, отсюда вышли. Чтобы не смотрели эту пакость. Ну, как думаете, я хороший или плохой? Кто хороший? Я хороший или плохой? Я не обижаюсь. Ну, я не знаю. Нет. Я много тут сидела. Я много встречала. Ну, да, я видел. Ну, один школьник есть тут, который много потерялся. Ну, есть люди, которые очень плохими вещами занимаются. А где вы живете? Живете в каком регионе? Я в Гербеке живу. В России? Да. Ну, тогда я и вижу, что из России показывает на тебя. Ну, ладно, видишь, ты тут не смотришь. Я бы тебе этот канал-то свой назвал. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Там у нас 14 700 роликов. Ты бы там и все... А там у нас, да. Там у нас все есть. Вот мы... Пожалуйста, если вы сейчас снимаете видео, и Ютуб не отправляете, да? Ну, да, оставляем. Оставляем все туда. Только, пожалуйста, меня не вставляйте, да? Да как же так-то не вставляете? Хороший мальчик. Нет, я не люблю. У меня родители убьют за это. Ничего не будет. Ты никакого греха не сделал, родители. Да они не узнают, не увидят. Это неизвестно, когда будет еще. И там в середине ролика никто и не увидит тебя. А как оно называется? Как? На наш канал заходи, там увидишь во свете Библии, Игнатий Лапкин. Не напишите то, чтобы я скопировал. Ну, никак. Ну, там, когда будет стоять. А сейчас как ты скопируешь? Сейчас нет ничего. У меня ноутбук есть с собой. Нет, это я не занимаюсь. Я отсылаю в администрацию. Администрация там ставят. Это придет не скоро. Тем более, я в деревню уезжаю. Там очень слабый интернет. Сказать ничего нельзя. Давай прощаться будем. С Богом. Всего хорошего. Да благословит тебя Господь Бог. Найти путь истины. Да.